МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Сергея еще раз приветствую, что вы пришли. Да, вот в эту камеру вы работаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы будем говорить о русском зарубежье, о русской эмиграции, послереволюционной русской эмиграции. Эти два явления, можно сказать, не вполне тождественны одно другому. О явлении очень сложном, очень многоплановом, и которое, вообще говоря, охватывает все области человеческого знания, человеческой жизни. Тем не менее, мы постараемся выделить какие-то основные этапы, основные характерные черты для того, чтобы понять сущность русского зарубежья. Вообще, явление эмиграции, политической эмиграции, оно известно с древности, еще в античности мы видим такие примеры. Не менее старым является и эмиграция экономическая, когда люди просто ищут на чурбине лучшего заработка, лучших условий работы или жизни. И то, и другое, кстати, было известно, было присуще и России до 1917 года. Но события революции и гражданской войны породили новую волну, массовую волну русских изгнанников. И вот эта вот русская эмиграция представляет собой явление уникальное, я бы сказал, не только в истории России, но и во всей мировой истории. Можно начинать из великого вклада, который русские люди внесли в культуру, в науку, в технику, в общем-то, всего мира, всех стран, куда заносили их эмигрантские дороги. Можно назвать блестящую плеяду имен, начиная с Нобелевского лауреата, писателя Ивана Бунина, с великого композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Можно вспомнить вертолеты Сикорского, которые стали просто целым этапом в развитии мировой техники. Можно говорить о русских художниках, о русских артистах. Русский балет, который стал известен Европе еще до революции стараниями Сергея Дягилева, уже и после революции, и после кончины самого Дягилева, в каком-то смысле, вообще говоря, заложил даже основу школу классического танца в очень многих странах мира. Можно говорить как о характерной черте, о вынужденном характере русской послереволюционной миграции. Ведь зачастую вопрос стоял не о поиске лучших условий для существования, возможностей для творческой самореализации, большем заработке. А вопрос ставился совершенно в другой плоскости. Часто говорили, мы не иммигранты, мы беженцы. Кто отказывался от бегства, от отступления за границу с разбитыми в гражданской войне белыми армиями, мог сразу же подвергнуться жестоким репрессиям. Многие просто находили скорый и немилосердный конец. Поэтому альтернатива уйти за границу или оставаться в России на самом деле альтернативой зачастую не была. Уйти за границу – это значило хоть как-то сохранить свою жизнь. Но, может быть, даже и не эти черты представляются мне самыми главными, когда мы говорим о русском зарубежье. Ведь эта эмиграция унесла на чужбину, я бы сказал, вертикальный срез, вертикальный пласт общества. То есть, если мы, скажем, вспомним французскую эмиграцию конца 18-го столетия, связанную с событиями французской революции, то ее обычно характеризуют как эмиграцию аристократическую. То есть, некий горизонтальный слой общества был изгнан из своего отечества или сам выбрал себе спасение и пребывание на чужбине. В случае же русского Великого Исхода 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, до 22-го годов, то целый вертикальный пласт общества как бы откололся и оказался за пределами России. То есть, мы можем видеть здесь и представителей царствующей фамилии, и представителей высшего дворянства, генералитета, высшего чиновничества, епископата, но и всех остальных сословий, классов, почти всех национальностей, наверное, населявших Российскую империю, вплоть до простого казака, солдата, матроса. А кто такой солдат гражданской войны? В значительной степени это крестьянин или рабочий, вынужденный надевший серую шинель. Таким образом, у нас не просто мы видим эмиграцию, мы видим в каком-то смысле сколок такой вот России. Наверное, самым массовым из примеров такого организованного исхода, организованной эвакуации из России, стали события в Крыму. Когда в ноябре 1920 года Крымский полуостров покинуло, по разным оценкам, около 140 тысяч человек. То, что перегруженные корабли смогли дойти до Константинополя и довести вот этих вот людей, среди которых далеко не все были военными, среди которых была масса и гражданских беженцев, и членов семей офицеров и солдат, и представителей духовенства. Это было вообще в каком-то смысле чудом. Вспоминая не только события эвакуации, но и бросая взгляд уже на будущую жизнь в изгнании, замечательный русский поэт, офицер Белой армии Николай Туроверов писал, «Тишина перегруженных палуб напряглась, как натянутый лук, напряглась, и такое осталось, тетива наших душ навсегда, черной пропастью мне показалась, за бортом голубая вода». Вот это ощущение катастрофы, произошедшей с каждым, потому что она произошла с Россией, и ощущение вот этой натянутой тетивы памяти, любви, веры, патриотизма в душах для русской миграции было одним из основных явлений, которое ее и определяло. В качестве одного из не потоков, но пусть ручейков, которые формировали русское зарубежье, а в интеллектуальном смысле, может быть, это был и не ручеек, а на самом деле достаточно мощный поток, можно приводить историю с высылкой из Советской Республики представителей интеллигенции. Философы, богословы, публицисты несколькими партиями были изгнаны из советского государства, как цинично говорил об этом Троцкой, расстрелять их нам не за что, а нам они здесь не нужны, нужно от них как-то избавляться. Иногда заставляли просто давать расписку, «Мне объявлено, что если я уклонюсь от высылки, то я подлежу расстрелу». Людей, которые далеко не всегда, вообще говоря, хотели покидать свою родину и вовсе не всегда собирались жить на чужбине, таким образом выбрасывали на чужбину принудительно и очень жестко. Для того, чтобы оказаться эмигрантом, вовсе не обязательно было куда-то уезжать. Бывало так, что не человек пересекал границу, а граница переходила через него, потому что Российская империя распалась, окраины начали отделяться, и человек, допустим, в Российской империи, живший в Лифлянской губернии, в русском городе Риге, вдруг узнавал, что он живет в суверенном Латвийской республике и в ее столице, в латвийском городе Риге. С точки зрения тонкости юридической терминологии, может быть и спорным было бы характеризовать такое состояние, как эмиграцию. Но вот если мы говорим о том, что русская эмиграция и русское зарубежье – это не совсем одно и то же, то здесь как раз мы видим, что эти люди к русскому зарубежью принадлежат безусловно. И потому что они стараются отдавать детей в русские школы, выписывать русские газеты, общаться на своем родном языке, состоять в русских организациях, часть которых может иметь даже свои центры вне той страны, где они живут. Потому что русские организации были своими филиалами распространены, многие буквально по всему свету. Вообще же надо сказать, что статистика русской эмиграции – это вещь очень сложная. В каких-то случаях, даже когда мы говорим об организованном отступлении армии и идущих за ней беженцев, а беженцы сопровождают все белые армии, которые отступают с территории России, все равно мы оказываемся перед проблемой неточной регистрации. Скажем, если мы можем говорить об армии генерала Юденича, северо-западной армии, которая, отступая от Петрограда на эстонскую территорию, насчитывает порядка 17 тысяч человек в момент своего похода, то, говоря о беженцах, в общем, фактически разводят руками. Кажется, можно говорить о 10 тысячах. Вот этот вопросительный знак, он ставится практически во всех случаях. Наибольшую численность русского зарубежья дают люди, которые проживали на территориях, отделенных или отделившихся от бывшей Российской империи. То есть, население Прибалтики, русской части Польши, Финляндии, Бессарабии. Вот это исчисляется миллионами. Ну, говорить о 10 миллионах, я думаю, что можно достаточно спокойно. Но все цифры здесь крайне и крайне расплывчатые. На самом деле, в этом словосочетании можно немножко поиграть словами. Вместо русского зарубежья сказать «зарубежная Россия». И это вполне оправданный термин. Он широко был распространен в среде самих русских изгнанников. И ведь действительно у нас получается какое-то удивительное явление. Вот той страны, которой на карте мира не существует, страны без территории. И тем не менее, со своим населением, пусть беспаспортным, хотя, в общем-то, как сказать, существовал паспорт беженца, так называемый Нансеновский паспорт, по именем Верховного комиссара по делам беженцев, известного полярного следователя Фрейтифа Нансена. И многие люди всю свою жизнь не принимали никакого гражданства тех стран, в которых они жили, и жили, может быть, даже неплохо. Ну, в общем, потому, чтобы у них в паспорте было написано слово «Россия», хотя бы в словосочетании беженец из России. Кстати, вопрос гражданства сам по себе был очень и очень непростым. В начале 20-х годов, когда, в общем, еще жила надежда на изменения внутри России, на то, что удастся вернуться, генерал Деникин даже сказал, что тот, кто сейчас откажется от России, от того и Россия потом откажется. Возрожденное, новое, будущее России. Другой вариант ответа был, если вы хотите принимать чужое гражданство, ну что ж, принимайте. Но только принимайте гражданство исключительно тех стран, которые никогда не будут воевать против России. Эта удивительная страна зарубежной России имеет, может быть, даже не одну столицу, а несколько. Основными центрами русской эмиграции были на разных этапах ее существования и Берлин, и Париж, и Прага. Значительные русские диаспоры появляются в период до Второй мировой войны на американском континенте, в частности, в Сан-Франциско. Удивительным примером был русский город Харбин, который построили в свое время русские инженеры, строители и архитекторы на Китайской восточной железной дороге, который оказался в Маньчжурии, на территории Китая, и который сохранил свой абсолютно русский облик, ну, в общем, до конца Второй мировой войны, по меньшей мере. Там можно было провести свою жизнь и не разговаривать по-китайски. Это было совершенно не нужно, потому что русские понимали все. И люди, населявшие зарубежную Россию, ну, в общем, да, конечно, они не платят налогов в прямом смысле слова, но кто-то из них платит членские взносы в какие-то из общественных организаций, организаций воинских, организаций благотворительных, поддерживая таким образом существование своих товарищей по несчастью. Выписывается русская пресса, и таким образом, есть вот такое выражение, голосовать рублем, вот своим франком, долларом и динаром голосуют за русскую прессу, за русский круг чтения. Русские издательства существуют в большинстве европейских стран, и не по одному они еще и конкурируют, они еще и иногда и спорят между собой, так же, как спорят между собой различные русские периодические издания. Нужно, наверное, называть и Парижское издательство «Возрождение», и газету, кстати, того же названия, и «Берлинский медный всадник». Издательства, зачастую существовавшие очень недолго, которые успевали выпустить буквально несколько книг, но тем не менее книги эти входили тоже в золотой фонд русской эмигрантской литературы. «Иллюстрированная Россия», вот, кстати, очень хорошее и очень характерное название для журнала, «Иллюстрированная Россия» выходит в Париже. Там были и билетеристические произведения, и статьи на темы мировой политики и мировой жизни, и новости спорта, и кроссворд в конце, но тогда они не говорили кроссворд, а предпочитали говорить крестословица. Здесь тоже нужно сказать о такой важной вещи, что помимо вклада в мировую культуру, литературу, искусство, технику, науку, для русского зарубежья очень важны внутренние связи, поддержание своих контактов между русскими людьми и формирование единой культурной среды. В 1937 году траурный юбилей, столетие смерти Пушкина, отмечался по всему русскому зарубежью. Имя и культурная вот эта вот величина великого русского поэта была паролем, который для русских людей был един, где бы они ни находились, как бы они между собой не спорили или, наоборот, не соглашались бы. Для русского зарубежья характерны, и они неразрывно характерны, они взаимосвязаны между собой. Две вещи. Это, да, это неприятие произошедшего с Россией, то, что мыслится как катастрофа колоссального масштаба. Один из замечательных русских писателей, Иван Лукаш, сказал «Короткая и афористичная революция – убийца России». Но вот это неприятие революции, неприятие партийного режима, неприятие коммунистической идеологии никогда не перерастало в неприятие и какие-то счеты с русским народом. Россию любили, учили любить Россию своих детей. Это тоже составная часть вот этой вот удивительной зарубежной России, потому что во многих странах существуют русские гимназии, русские кадетские корпуса, девичьи институты. И, скажем, в Югославии аттестаты, которые там выдавались, они признаются наравне с официальными аттестатами югославянских учебных заведений. Если нету таких школ, куда можно было бы отдать детей, значит, нужно постараться найти или создать детские или молодежные организации. В рамках такого традиционного скаутизма скаутских организаций действуют одни, они больше сосредоточены на такой вот жизни в лесу, умении разжечь костер, поставить палатку. Но при этом на всех беседах у того же самого костра будут вспоминать о России. Будет торжественно подниматься национальный флаг. Бело-сине-красное полотнище. Всегда прозвучит молитва, потому что, несмотря на несколько юрисдикций церковных, простой прихожанин, входя вот в церковь, далеко не всегда оставшуюся от старых времен, с какой-то хорошей архитектурой, богатым убранством, входя иногда во временную церковь, которая оборудуется где угодно, он, видя вот эти традиционные русские иконы, слышит традиционное русское богослужение, участвуя в нем, он в этот момент тоже ощущает себя русским и тоже помнит о России. Все прекрасно понимали, что произошедшие события, революция и ее последствия никуда не денутся. Никуда не денутся даже те же самые красные командиры и красные директора, которые уже сформировались в качестве управляющего какого-то слоя в этой стране. Значило ли это, что на них посмотрят как на врагов? Вот в том-то и дело, что нет. Если угодно, надежда, скажем, белого генерала, это надежда на красного командира, на какого-то, как его так полушутку иногда называли, комкора Сидорчука, такого гипотетического, который не только вспомнит, что он русский солдат, а не только солдат Красной Армии. И в случае падения советской власти этот человек будет союзником. Не случайно на обложке пасхального номера одного из самых яростно антикоммунистических, самых белых журналов русского зарубежья, журнала «Часовой» был изображен белый офицер, который христосуется, целуется с красноармейцем. Вот в этом была надежда, что вот ров между подсоветскими людьми и русскими людьми, ушедшими на чужбину, надеялись, когда-то будет засыпан, когда-то можно будет через него перейти. И выдающиеся русские генералы, ученые, мыслители, философы не говорили, что мы придем в Россию ее покорять, ей править. Мы придем в Россию, чтобы служить России. Вот это вот, я бы сказал, главная этическая доминанта русского зарубежья или зарубежной России. Сейчас уже второе, третье, четвертое поколение русских изгнанников, тех, которые всю свою жизнь, может быть, живут за границей, дало множество людей, по-прежнему помнящих о своей русскости, которые гордятся тем, что они русские, которые научились любить Россию, гордиться славными страницами ее истории, сострадать страницам трагическим. Не случайно в Музее русского зарубежья, открывшемся сейчас в Москве, вся экспозиция состоит исключительно из подарков. Предметы, фотографии, документы, автографы – все это подарено русскими людьми, прожившими вдали от родины своих предков, но помнящих о том, что это и их родина тоже, и помнящих о заветах своих родителей, дедов и прадедов, тех, кто вынужденно покинул Россию после революции 1917 года и поражения белых армий в гражданской войне, и тех, кто всю свою жизнь в эмиграции помнил о России, любил Россию. И вот этот мощный и действенный патриотический посыл, патриотический завет – это, наверное, главное, что составляло основу понятия русского зарубежья или зарубежной России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова